Соловьёв лайф Сергей Сергеевич сразу оспорил это название, но я вот проанонсирую, а дальше снова верну слово, проходит автопробег Белгород-Родина, который отправил вот в эту многострадальную российскую область, российский регион, предмет первой необходимости, собственно, как бы помощь людям, вот на которых обрушилась война, наши соотечественские, наши русские люди. Сергей Сергеевич, прошу, продолжай. Сергей Сергеевич, прошу, продолжай. Но было очень много запросов от людей, которые прям просили, а как помочь, а мы хотим. Ну и вот появилась такая форма, мы объединились в экипажи, и больше 20 автомобилей выдвинулось из Москвы, мы все машины наполнили разными грузами, и вот приехали сюда. И вот знаешь, я в какой-то поездке, вот с Евгением мы разговаривали с теми, кто едет, и мне хотелось спросить, а зачем? Потому что, ну, например, были экипажи, за рулем которых были просто одинокие женщины. Вот одна женщина едет 15 часов 700 километров, далеко, тяжело. Зачем? Говорю, это вам. И я ожидал каких-то шаблонок, может быть, раскопарных объяснений. Я честно был шокирован абсолютной глубиной людей, которые с нами ехали. Это не просто взгляд на СВО, это не просто оценка текущей ситуации, это абсолютно сжатое, концентрированное объяснение того, что происходит в России, вокруг страны. И оно по-настоящему глубокое, потому что люди, вот одна из потрясающих женщин нам объясняла, что все свое детство она провела на Украине. Ей бабушка показывала дорогу смерти. По этой дороге смерти водили убивать людей, тех, кто помогал красноармейцам, тех, кто просто не угодил нацистам. А потом я увидел, как по этой же дороге начали водить такие же нацисты, таких же несогласных. И тогда мне стало понятно, спустя вот эти долгие годы, которые разделяют ее детство, а ее детство отделяют Великой Отечественной войной, вот все это вернулось в наши дни. Она говорит, я не могу просто жить спокойно, когда я вижу и понимаю, что нацизм там процветается. Поэтому я еду, потому что это мой вклад в победу. И знаете, это ведь были разговоры не на камеру, и не потому что просто люди делились эмоциями, глубиной своего взгляда. Я поэтому очень сильно обрадовался, что такая форма появилась. Потому что есть огромное количество людей, которые готовы не словами, а конкретными делами помогать. Еще была просьба у них у всех, и мы ее сегодня выполнили. Люди хотели зайти вот в пунктах временного размещения в комнаты, тем, кто приехал из Шебекина, поговорить, поддержать за руку этих людей, и спросить, как они живут, что они чувствуют, чем им можно помочь. И я скажу, у нас был один момент, я, Сергей, позволю себе прямо этот эпизод рассказать. Это было буквально полтора часа назад. Мы уже натерпевшись, насмотревшись, пришли в место, где живут малоподвижные люди, которых вывезли из Шебекина. И я повторю эту мысль, для многих это последняя точка их жизни. Потому что люди в очень глубокой старости, 90 и так далее, и, наверное, они останутся... Это будет последнее место, то есть они ведут их жизни в этих пунктах. Поэтому, когда она на это смотрела, когда мы были в комнате, где дети играют, которые совершенно не понимают, что вокруг них были взрывы, и мы спрашивали, вы слышали разрывы снарядов? Они говорили, да, мы слышали. Вам было страшно? Да нет. Они не понимают, что такое война, они не знают. И она расплакалась, она начала кричать, наш волонтер, как я ненавижу. То есть я понял, что она сорвалась, она не выдержала. Но в ее вот этом крике не было никакого сумасшествия. Я вдруг подумал, что я так не могу себе позволить кричать, я мужчина. Но мое сердце чувствует вот то же самое. Я ненавижу нацистов. Я ненавижу их за все то, что они сделали. Жителями Украины, жителями Донбасса, сегодня жителями Шебекина и окружающих населенных мест. Поэтому много эмоций, много интересных размышлений. И еще одна мысль, прежде чем я Евгения попрошу продумать. Вот мне очень нравится образ. Я как-то, глядь там на одного человека, он вышел. С религиозного мероприятия, с литургией. Он сказал, я греюсь у костра. Я грею. То есть, он говорит, мне очень тепло. Вот, вы знаете, мы сейчас уезжаем из Белгородской области, мы греемся у костра, потому что, несмотря на горе, несмотря на какие-то сложности, которые есть у людей, и нам было непросто, очень тепло. Потому что мы побывали в русской семье. Русская семья, которая объединяет всю нашу страну. И у меня нет никаких сомнений в том, что этот народ нельзя победить. Вот, ну, просто просите еще раз, может быть, за шаблонную какую-то формулировку. Я их очень не люблю. Ну, это так, и поэтому это не стыдно повторить в эфир. Евгений, я думаю, вы продолжите. Ребят, я вот о чем хотел спросить, Евгений. Ну, тогда ты просто ответь на мой вопрос. А в Шебекино остались мирные люди? Все оттуда уехали или нет? Сколько людей вот сейчас находится в Белгороде, которые были вынуждены покинуть этот город? Сергей, ну, конечно же, там мирные жители еще остались, и их довольно-таки много. В основном, конечно, это люди такого более пожилого возраста. Кстати говоря, там даже с одной девушкой, она говорит, ну, там есть и молодые люди. То есть людей достаточно много. И знаете, они рассказывают, на нас, кто сделает джекла настоящая война. Это не где-то там, значит, за речкой, где-то за ленточкой. Эта война пришла в наш дом, на нашу историческую территорию, и люди этой беды уже хлебнули сполна. Самое страшное, это то, что огромное количество нашего населения, оно, в общем-то, до сих пор не воспринимает этого. И если они этого не видят, если этого не показывают, ну, наверное, и так будут жить в той прошлой жизни. Вот вы упомянули о смыслах, о сегодняшнем празднике, о дне России 12 июня. Но он должен наполняться вот как раз этими смыслами. А смыслы, вы знаете, ну, вот мы, Сергей рассказывал, мы ехали по дороге там 10 часов, нас встречали специально, люди ждали на каких-то, значит, на бензоправках, где-то по дороге, обгоняли нас, значит, и приветствовали, чтобы только просто пожать руку. Фонд, Соловьев, Лайд, вот вся наша команда, и те уникальнейшие просто, ну, настоящие русские люди, которые были в составе нашей автоколонны, это самые-самые простые люди, но у них столько сил душевных, столько вот этой глубины, вот этот глубинный русский народ, он поднимается. И они от всего сердца это делали, нас приветствовали. Кстати говоря, видя вот эти вот наши, значит, наклейки на автомобилях, и в Белгороде это было, и каких-то, значит, на Фригороде мы проезжали. То есть, ну, огромное-огромное спасибо. Это, конечно, капля в море, потому что то количество людей, которое выехало с приграничья, это десятки тысяч людей. Мы буквально сейчас общались, люди, вот что называется, в чем были, в халатах, там еще, когда было еще жарко, в шортах, там, кто в чем выбегал, ну, практически без ничего, потому что атаки были настолько сильные, что люди только успевали, что называется, ну, на чем, на чем была возможность покинуть зону поражения и ехать сюда, в Белгород. И в этом смысле, конечно, вся помощь, она очень необходима, но этого, этого мало. Мы должны этот раскручивать процесс, смаховик, как может. И самое важное, самое важное то, что, ну, общаясь с людьми, которые пострадали там, которые остались без крова, без, которые потеряли своих близких, вы знаете, но, сколько я не общался с этими людьми, там такая силища, они, они, из них не опускаются руки, у них такой боевой дух. И вся матушка Россия была жена вот этим духом. И, конечно же, тогда мы, безусловно, не только выжили, мы победим, мы забьем эту фашистскую гадину в ее самом логове. Ну, и, конечно, как сказал губернатор Глотков в одном из своих недавних интервью, единственная, значит, панацея от всего этого, это отодвигание границ, ну, не отодвигание, а возвращение наших исторических земель, вот, от другого варианта быть не может. Но я думаю, что рано или поздно мы к этому придем, но хотелось бы побыстрее, хотелось бы, чтобы этот маховик раскручивался как можно сильнее, не откладывая на завтра, на послезавтра, потому что люди там реально ждут, люди погибают, это наши русские люди, мы должны их защищать, мы должны стать всей страной, от Тихого океана до Калининграда, чтобы, чтобы только ради одной цели, для фронта, для победы, ну, и, конечно, наш тыл должен еще, скажем так, набрать еще больше темпы для того, чтобы решать поставленные главнокомандующим задачи. Очень дивно. А скажите, пожалуйста, а в Белгороде вот как-то жизнь изменилась с притоком такого большого количества беженцев одномоментно? Вот какие-то вот приметы на улицах города видны или нет? Что местные говорят? Сергей, я скажу о важных вещах. Во-первых, в Белгороде руководство очень трезвое. Они прекрасно понимали, что подобный сценарий будет разыгрываться. Знаете, не буду открывать военную тайну, но оперативные данные, которые сегодня имеются у нас, у России, они показывают, что операция Шебекина, она имеет там свое название, она координирована с британскими спецслужбами. Задача была нанести колоссальный экономический и социальный ущерб регионального уровня, постараться сделать так, чтобы эта точка кровоточилась и туда невозможно было возвращаться на цемплательное долгое время. И они отмечают, что у них получилось, потому что волна беженцев, которые вынуждены были выехать с территории Долгородской области, составляет цифру, превышающую 50 тысяч человек. Эти люди все расселены в пунктах временного размещения, а также у своих близких снимают квартиры. Поэтому, когда мы сегодня постарались обеспечить вот тех, кто проживает в ПВРах, а это около трех тысяч человек, мы должны понимать, что 47 тысяч остались за пределами этой помощи. Они все также нуждаются. Поэтому эта операция, ну, нам просто надо понимать, что британцы вот на одном из последних совещаний отмечали ее высокую эффективность. Им понравилось, им всего-навсего надо разбивать приграниченные населенные функции России, тем самым создавая вот эти огромные волны нуждающихся людей, которые выезжают со своих мест. При этом, конечно, еще надо отметить, что они работают и с этими людьми. Разгоняют там панику, недоверие, задают один и тот же вопрос, а как это получилось, это территория России. То есть, это все вызовы, с которыми надо сейчас работать на федеральном уровне. И здесь я хочу сказать, вы спрашиваете, как изменилась жизнь в Белгороде, скажу, изменилась. На домах написаны надписи в Белгороде, в таком, знаете, традиционно православном городе, теперь навигация не по интересам музеям, историческим каким-то местам, а по убежищам. На домах написаны навигаторы, написаны стрелочки, где убежище. И здесь, хочу сказать, сегодня подъезжал мэр города, Белгорода, он рассказывал нам о той работе, которую они ведут, они знали, что подобные сценарии будут. Поэтому были закуплены глотковой кровати, были сформированы емкости в случае необходимости, которые будут заполнены. Так и получилось, они за одну ночь смогли эвакуировать более 4 тысяч человек и очередь на ожидание размещения составляла не более полу. То есть это очень хороший результат того, как работает региональная власть. То есть это надо отметить, почему важно, Сергей, это сказать, в эфире большого федерального радио, потому что регионам приграничным стоит поехать и посмотреть все то, что нарабатывает сейчас колоссальным трудом Белгородская область. В подобной сценарии, естественно, нацисты могут разыгрывать им других направлений. И в этой связи, вот то, что они сейчас делают, это беспрецедентно. Пока мы были, к нам приехал замгубернатор Белгородской области, приехал куча руководителей. На кадрах, которые сейчас демонстрируются на экране, видны люди, которые разбирают благотворительную помощь. Это сотрудники Минсельхоза региона. То есть, в принципе, регион весь пашет на фронт. То есть, это надо понимать, что это абсолютная мобилизация. Поэтому, конечно, Белгород не живет, как обычный город. Белгород работает на обеспечение безопасности фронта. Это прям настоящий приграничный город, где много военных, где режимные объекты, где много людей и с автоматами. То есть, ты приезжаешь туда и понимаешь, что да, здесь вот прям запах войны он в воздухе. То есть, прям вот на улицах ты чувствуешь, что война, она где-то вот здесь совсем рядом? Это очень просто. Здесь со многих точек недалеко от видишь Чебекина и над Чебекином дым. А если чуть ближе подъехать, то запах горит. То есть, ты понимаешь, что война, она вот здесь совсем рядом, плюс работа ПВО. Здесь очень много срабатываний. И поэтому, когда ты едешь вот прям по окраине Белгорода над своей головой что-то вздрахаешь. То есть, сейчас не так часто, но вместе с тем за сутки это можно увидеть неоднократно. У нас остается три минуты. Важный вопрос. Люди, которые вынуждены были оставить свои дела, вот беженцы из Чебекина, их ощущения, знаешь, как вот это все кончится и мы завтра вернемся? Или люди понимают, что завтра это не кончится? Но вот такое вот общее ощущение, какое у них сейчас? Вы знаете, что люди адекватно оценивают ситуацию, что это не на один день, завтра они пока не смогут вернуться в свои дома. Хотя вот рассказывают, что те, кто еще остался, видят, как достаточно мощные колонны и боевой техники, вооружения, значит, танки, БМП, БТРы идут, идут в эту сторону. Ну и, конечно, им всем хочется как можно быстрее вернуться в свой родной дом, но даже многие из них не знают, не имеют возможности узнать, что с их домом, остался ли он цел, либо он разрушен нацистами, этого многие люди даже не знают. Но, конечно же, они в ожидании нашей победы, как можно скорее нужно все это делать 24 часа в сутки, что называется, закосав рукава и долбить, долбить эту гадину, потому что это огромное количество людей, это большая беда, которую мы, в общем-то, должны как можно скорее разрешить. Люди не могут ждать, там, день, два, ну ладно, подождут, неделю, вторую, третью, это очень тяжело, им здесь очень сложно, хотя, конечно, бодрость духа они, в общем-то, молодцы, демонстрируют, и, знаете, но, вот как раз в таких случаях видно, видно, что значит русский дух, что значит характер, что значит взаимопомощь, которую мы наблюдаем, это, это, это дорогого стоит, это значит о том, что наша нация, наш народ все-таки просыпается от этой спячки 30-летней, от этого морока просто, в котором мы пребывали, и, знаете, ну, было бы счастье, да несчастье помогло, конечно, хотелось бы без этого, но, но, я думаю, что это путь к нашему очищению, к самоочищению, к тому, чтобы наша матушка Россия обрела новые силы и пошла по тому верному пути, по традиционному нашему российскому, русскому, который бы, в общем-то, сделал из нас державу, сверхдержаву во всех смыслах этого слова. Друзья, спасибо большое. Евгений Тишковец, Сергей Корнаухов во главе автокаравана Белгород-Родина, который доставил Белгородскую область помощь отсюда, из Москвы. Давайте вспомним, как этот праздник появился в нашем календаре. Неплохо же, конечно, неплохо. Итак, друзья мои, что такое 12 июня? Нет, он никогда не назывался Днем независимости России, хотя многие, скажем так, резонеры всегда пытались повернуть его так. Речь идет о другом. Сам документ, принятие которого чествуется конкретно сегодня, не содержал таких слов. там это называлось по-другому. Называлась это Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Преамбула. Первый съезд народных депутатов РСФСР, сознавая историческую ответственность за судьбу Родины, свидетельство и уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз Советских Социалистических Республик, выражая волю народов РСФСР, торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской, Советской, Федеративной, Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза СССР. Это преамбула. Ну, я не буду расшифровывать преамбулу, я не буду как бы разбирать весь этот исторический сюжет, кто его помнит, как я, тому это не надо, и так все как будто вчера, кто помоложе, тот легко ознакомиться, я про другое. Значит, все предыдущие годы, сколько у нас прошло с 91-го, ну, посчитайте, 32 года, ну, 12 июня было таким праздником довольно странным, Борис Николаевич, по-моему, в 94-м году его назначил официальным государственным праздником, ну, народ, в общем, сказал, ну, хорошо, ладно, выходной, пусть будет, что там, День независимости, ладно, видели американское кино, пусть будет День независимости, Но ведь что удивительно, и, кстати, некоторые либеральные пассажиры обратили на это внимание, что 24 февраля 2022 года абсолютно перевернуло содержание 12 июня 2023 года. Та же дата, то же лето на дворе, тот же формальный повод принятия декларации, ну, и так далее, все, что я вам озвучил, а содержание абсолютно другое. Не цепляйтесь к внешности, не цепляйтесь к форме, смотрите, что внутри. Каких-то 2, 3, 4, 5, 10 лет назад это была просто бессмысленная дата, это был день позора, когда группа людей, которые назывались депутаты Верховного Совета, нет, депутаты, господи, да, Верховного Совета, проголосовали решительно за развал своей страны. Ну, и назвали это декларацией о суверенитете РСФСР. Сегодня то, что происходит с нами, со всеми, то, что происходит с нашей страной, это возвращение суверенитета, подлинного суверенитета, который совершенно невозможен, на мой взгляд, в границах 1991 года. И я хотел бы напомнить, что наша страна, пусть и медленно, пусть пока и не в таком масштабе, как многим из нас хотелось бы, но ломает эти границы, раздвигает их, возвращая свое пространство, вбирая в него весь свой народ, который был брошен и предан 32 года назад. Вот, что из себя представляет 12 июня 2023 года. И когда мы говорим, что сегодня День России, не независимости, не декларации какой-то Бутина, а не ладно, просто День России, День нашей страны. Именно в том понимании, оно еще до конца не сформулировано, это понимание только-только сейчас вот как-то складывается в какую-то законченную картину в нашем коллективном бессознательном, но мы точно знаем, что в нашей России, в нашем государстве, в нашем будущем, как мы его видим, как мы его рисуем для наших детей, это точно не Россия, которую строил Ельцин и его Комарилья. Это точно другая Россия, это не униженная и растоптанная страна. Это страна, которая действительно встала с колен, это страна, которая не побоялась бросить вызов тем, кто еще вчера унижал ее и грабил. Вот что такое День России. Немножко пафосно, я понимаю, но я точно знаю, я в этом на сто процентов уверен, что моя страна, моя родина достойна праздника. И в принципе этим праздником может быть любой день. Назначьте любой день, но наполните его содержанием, и мы его будем праздновать. А знаете, когда этот праздник будет полным. Знаете, когда сто процентов или близко к тому проголосовавших, отвечающих на вопрос, вы отвечаете День России или нет, будут там девяносто процентов голосовать, конечно, да. Когда мы одержим победу. Вот когда мы победим и перевернем, по крайней мере, первую главу в этой книге под названием «Возвращение к себе», «Возвращение к своей сути», вот тогда, да, у нас будет праздник в полном смысле этого слова. Праздник – это не подписанный начальником указ. Праздник – это не какое-то историческое событие. Если вокруг этого исторического события не складывается мифа, народного мифа, некой легенды, то никакого праздника нет. Почему 9 мая является, по факту, нашей гражданской Пасхой, почему 9 мая является главным нашим гражданским праздником в календаре, помимо праздников религиозных, которые есть у христиан, которые есть у мусульман, потому что народ его воспринимает как праздник искупления и праздник спасения, дополняя его своим религиозным или нерелигиозным, там, личным, эмоциональным содержанием. Но это, по факту, номер один в нашей системе ценностей. От него ведется весь отсчет. Поэтому, да, мы остро воспринимаем любое покушение на эту дату, не просто на дату в календаре, а на символ. Поэтому, когда подонок Зеленский подписывает окончательный указ о том, что 9 мая на Украине больше не праздник, мы на Украине ставим крест. Они для нас больше не существуют. У нас с ними больше нет ничего общего. Те, для кого нет 9 мая, никакой ни один народ, они выродки, они иуды, они те, кто отреклись. Они христопродавцы и даже хуже. Они не только от Бога отреклись, они от самих себя отреклись. А День России, да, в 23-м году огромное количество людей, которые год, два, три назад, вот просил бы ты их, там, не знаю, там, Вась, Петя, Оля, 12-го, там, отмечаете, они скажут, ты что, совсем что ли, не в себе? Ну, выходной, да, на шашлыки поедем. Нет. И содержание праздника не в том, что кто-то там флаг на машину прикручивает. Праздник это не в том, что там концерты или там жрачка какая-то происходит, или какой-нибудь там очередной блогер, значит, поет ртом. Это не это праздник. Праздник он здесь, он в сердце. Ты либо осознаешь его, да, как праздник, как день важный, вот, отличный от всех остальных 365 дней, либо это обман. Вот это праздник. То, что по форме он, ну, практически повсеместно остался таким же, каким он был год, два, три, пять назад, но это вопрос к организаторам, это вопрос к начальникам, но они не чувствуют. Это да, есть такое. То есть, любой бюрократ, он по факту человек-функция, он человек-схема. Вот, что-то искать новое, да и некогда, да и незачем, согласовывать надо, а вдруг по башке дадут. Поэтому давайте мы сделаем как было. Не будем их сильно даже ругать за это. То есть, я понимаю логику процесса, это не по злому умыслу и не по глупости даже. Это просто вот, ну, это работает довольно долго. Я на сто процентов убежден, что этот день будет отмечаться через год, через два, через три совершенно по-другому. То есть, никому в голову не придет устраивать концерт какого-нибудь давы или праздник, не знаю, там, поедания, там, бог знает чего. Другой будет праздник, потому что у нас за плечами у всех будет большая война. За Россию идет война. Понимаете, в чем дело? И тут возникает такой вот неразрешимая задачка. Вот почему вроде бы и мир черно-белый, и рядом война, и рядом страдания, и кровь, и беженцы, и ужас, и осиротевшие дети, и тут же все, как будто ничего этого не произошло, как будто на дворе 2018 год. Да, это диссонанс, он мучает многих, он и меня мучает. То есть непонятно, как все это упаковать в одну корзинку, но упаковать, во-первых, придется, а во-вторых, цель войны не в том, чтобы все надели камуфляж. Цель войны в том, чтобы эту войну выиграть. Цель войны в том, чтобы ее победить. Цель войны в том, чтобы историческая Россия, которая сейчас называется Украиной в том числе, вернулась обратно в Россию. Не Донбасс один. Мы говорим про Донбасс, потому что Донбасс не побоялся. Потому что русские, которые на Донбассе жили, оказались самыми смелыми, самыми достойными русскими людьми вот на всем гигантском пространстве бывшей империи, которой предстоит таки все равно снова стать империей. Но речь идет действительно обо всем этом пространстве, где живет русский народ и создавшее это невероятное государство, которое весь мир знает, как Россию. Называлась она Советским Союзом или называется она Российской Федерацией, это Россия. И нас всех зовут русскими. Мы тут можем множить сущности, объяснять сами себе друг другу, что есть россияне, есть русские, есть многонациональный народ, нас всех знают как русских. Это язык, это культура и это лояльность национальному проекту. Вот что значит быть русским. В этом нет ничего сложного, это отнюдь точно не проценты крови. Как нам пытаются объяснить некоторые манипуляторы, которые 30 лет держали русских на коротком поводке и объясняли, что за фразу я русский, да, ты получишь 282 статью, потому что это фашизм. А давайте посмотрим великолепный совершенно ролик, который сегодня опубликовало наше доблестное Министерство обороны, просто ошеломляющий ролик. Коллеги, от себя запустите? Коллеги не могут от себя запустить, поэтому вам придется подождать, пока я его найду у себя в телеграм-канале Мордан. Вот он. Сейчас он загрузится, и мы с вами еще раз это послушаем. Это прекрасно на самом деле. Мордан. 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 Я русский, спасибо Господи. Я поле, бабушкин крест. Я избы Рязанской области. Я синь, подпирающий лес. Я русский, по самое горлышко. Во веки веков, насквозь. Я лебеди, белое перышко. Я воина, павшего костью. Какие не выпали горести, всем бедом хреплю назло. Я русский, спасибо Господи. Я русский, мне так повезло. Пусть время не кружатся лопасти, меня у меня не отнять. Россия, как крепость над пропастью, стояла, будет стоять. Прекрасно. Вот про что этот праздник. Это праздник про страну. Это праздник про воюющую страну, сражающуюся за то, чтобы быть собой. за независимость. Поэтому то, что в шутку или по недоразумению называли как День Независимости России, вот то, что происходит сейчас, это и есть война за независимость, понимаете? И, возможно, когда-нибудь потом, да, это и будет называться Днем Независимости России. После победы. Вот после победы, когда мы защитим свою независимость, вот тогда мы и заслужим право праздновать День Независимости. И за это сражаются сотни тысяч лучших наших граждан. Самых лучших. которых ждут дома, их семьи, их близкие. А что мы делаем? А мы должны работать. Ну, собственно, как всегда происходит в тяжелые минуты, вот как говорят высоким слогом, в минуты испытаний, каждый честно работает свою работу. Честно работает свою работу в тылу. тогда и будет праздник. Сегодня еще Дмитрий Медведев опубликовал смешной пост у себя, но он такой, он очень коротенький, про него Роман Голованов говорил, но я все же покажу, потому что он очень, знаете, к месту сегодня был. Коллеги, а поставьте от себя, я не вижу, где он у меня. Так, сейчас я у себя найду. Дмитрий Анатольевич разместил такой коротенький постик, ну, такой простенький фотошоп, Майдан Незалежности, с днем России, Майдан Незалежности, скоро площадь России. Кто-то скажет, что это пропаганда, кто-то скажет, что это там троллинг, нет, это не пропаганда и не троллинг, это просто предельно четко сформулированное цель и задача специальной военной операции. Это Украина в составе России, это Киев, русский город, это Майдан Незалежности, совершенно там подлейшее свинячее название, это прекрасная площадь, которая вообще-то, ну, хорошо, может называться площадь Пушкина или как-то по-другому, но площадь России тоже хорошо, мне нравится, я согласен. Вот вы спрашиваете, а что такое цель и задача специальная военная операция, ну, вот, одна из целей и задач. В общем, всех с праздником, сейчас короткий перерыв и продолжим. Так, ну, давайте перейдем к военным новостям, обсудим, что произносит на фронте, происходит на фронте, да, то есть, те, кто празднует, нехай празднуют, мы побудем немного с теми, кто на самом деле занят самым важным делом, для того, чтобы этот праздник остался праздником, а не воспоминанием. К нам присоединяется Алексей Анпилогов, политолог, президент фонда научных и исторических исследований, основания. Здравствуйте, добрый день. Да, здравствуйте, Алексей Евгеньевич, с праздником таки я вас все равно поздравляю. Спасибо. Давайте поговорим о том, что происходит на юго-западных рубежах нашей Родины. Пару дней, ну, общественность истрадавшаяся, ну, по хорошим новостям, а тут заходилась в празднование, значит, что мы сожгли два леопарда, ну, и, в общем, было такое легкое помешательство, что победа пришла, хотя все серьезные люди и серьезные аналитики, и там реальные военные эксперты, и уж тем более люди, которые находятся либо на фронте, либо рядом с фронтом, в общем, всех останавливали, говорили, что остановитесь, остановитесь, война только начинается, там тяжелое наступление, как бы и наши держат очень тяжелый фронт, и враг опасен. А новости, которые поступали вчера, это я для зрителей и для слушателей просто там кратко пересказываю диспозицию, чтобы вам время сэкономить. Вчера политические хохлы начали аккуратно, правда, надо сказать, аккуратненько докладывать успехов, то есть они отбили несколько сел, но нужно сказать, что даже такие вот заряженные пропагандисты, ну, за исключением совсем там, вот которым электрод в голову всучили, но избегали таких вот однозначных формулировок, что все русские побежали, русская армия опять сдается, перегруппировывается, то есть ничего подобного нет. Давайте поговорим о том, что происходит сегодня, поговорим вот об этом времьевском выступе, который Россия выучила новое такое географическое наименование. Прошу вас, расскажите. Ну, действительно, мы живем уже сейчас сегодня, в седьмом дне, я бы сказал, то, что в будущем войдет в учебники, как запорожская оборонительная операция, и мы можем, конечно, пока еще только промежуточные итоги, но уже озвучить. То есть, все-таки неделю мы видим украинская армия всеми своими подготовленными бригадами, которые проходили чуть ли не полгода там слаживания, кто в Великобритании, кто в Германии, с западной техникой рвется на наши оборонительные позиции. И, действительно, вот этот временский выступ, который, конечно, сам по себе, ну, это не какая-то там курская дуга, нужно понимать, масштабы этого участка фронта, это где-то, ну, максимум 20 на 20 километров, если взять этот весь выступ по площади, вот на нем есть определенные успехи украинской стороны. С чем они связаны именно на Временской выступе, и почему нет успехов на других направлениях, например, вот мы постоянно слышали сводки вокруг Орехова, города такого, и там как раз у украинцев все очень и очень печально, и там вообще нечем похвастаться даже какими-то двумя, условно говоря, хуторами. А на Временском выступе действительно мы вынуждены были отступить, мы оставили, собственно говоря, саму Времьевку, в честь которой был назван этот выступ, поставили село Нескучное, село Сторожевое, село Благодатное. Вот эти населенные пункты мы потеряли, они были как раз расположены на высоте этого выступа, то есть на оконечности, ближе всего к украинским позициям, и выдавались к главному опорному пункту украинской позиции, это село Великая Новоселовка, такое большое село, достаточно за которое мы тогда еще в первый этап военной операции в весной 2022 года споткнулись, но там остановилось наше наступление фактически. Что нужно понимать, вообще вся вот весь театр боевых действий, вот этой запорожской бронительной операции, это чистое поле, такое русское поле, которое рассечено конечно типичными для Украины лесопосадками там в пять деревьев шириной, но это очень плоская, очень открытая местность, где крайне трудно наступать вот именно по полям, потому что я напомню, что украины нет сразу нескольких моментов для разворачивания такого серьезного наступления, нет превосходства в воздухе, нет превосходства в артиллерии, и ну крайне спорное вообще как бы общее превосходство бронетехники, потому что фактически сейчас все успехи Украины это концентрация своих резервов на ряде направлений, в том числе и вокруг Времьевки. Так вот, в чем же состоит успех? Все дело в том, что с Времьевки на юг течет такая речка, точнее она с юга на север течет, мокрые ялы, и вдоль этой реки как раз двух сторон, как это часто бывает, вот достаточно засушливой украинской степи расположены села практически одно за другим, то есть от Времьевки, там Сторожевое, Благодатное и вплоть до Старомлыновки, где расположен у нас основной оборонительный рубеж. И вот украинская пехота, это отличие именно временского выступа от действий подоеховым, где мы видели наступление механизированных колонн, пехота просачиваясь через вот эту вот практически урбанизированную такую застройку, сел, она по двум берегам сейчас оттеснила наши войска вдоль вот этой речки Мокрой Ялы. То есть тактика, которую украинцы сейчас используют, она в чем-то напоминает тактику частной компании Вагнер военной, которую вагнеровцы использовали в Артемовске, когда они шли от дома к дому. Вот ровно таким же образом сейчас украинская пехота просачиваясь между вот этими селами вдоль этой небольшой речки, вдоль каких-никаких там плавин, которые есть, то есть каких-то там как говорится лесных насаждений выдавило наши подразделения из нескольких сел, которые были вот на вершине этого выступка. Последнее то, что сейчас нам известно, это то, что наши войска закрепились все-таки в Макаровке отразили навал на урожай на это следующие как бы села и соответственно сейчас украинское наступление остановлено. Почему это сейчас все-таки я бы записал в наш актив? Потому что Украина после того, как категорическое такое поражение потерпели эти новые механизированные бригады, которым поручили наступать через голое поле, и мы видели эти картинки очень показательные с подбитыми леопардами, Брэдли использовала фактически свой кадровый резерв. В частности, там отметилась так называемая первая президентская бригада. То есть, это те части ВСУ, которые воевали фактически с начала специальной военной операции, которые держали сейчас оборону на протяжении года под Авдеевкой. Первую президентскую бригаду перебросили из Нью-Йорка. Нью-Йорк это, я напомню, село переименованное рядом с Горловкой. И именно эти бригады сейчас добились вот этого успеха. Но стоит понимать, что этот успех не дается бесплатно. Ровно таким же образом, как нам не бесплатно дался Бахмут, который мы знаем те цифры, которые озвучило руководство Вагнера. Сейчас я думаю, что те цифры, которые нам сообщает Министерство обороны о тысячах уже санитарных и безвозвратных потерь, это действительные цифры, которые показывают ту страшную с моей точки зрения цену, которую платит Украина за наступление. Потому что стоит понимать, что с одной стороны хорошо наступать по дельте реки, с другой стороны вы наступаете в низине. Вы постоянно находитесь под огнем артиллерии, под огнем минометов, вы идете через минные поля, и все это потери в живой силе, потери в материальной части. Материальная часть не бесконечна. Стоит понимать, что сейчас украинская сторона потеряла где-то половину поставленных ей минных тралов, а это очень важно. То есть инженерных машин сейчас уже катастрофически не хватает, не хватало их и раньше, а теперь так тем более. и стоит понимать, что даже на Временском выступе Украина, пока еще украинские войска не подошли к главной линии обороны, той самой линии Суровикина, о которой они все время говорят, что нам нужно сначала к ней дойти, а потом ее прорвать. Вот пока еще не подошли, то есть они еще только срезали этот выступ. Как будет развиваться, мы посмотрим. Пока еще не все резервы украинские введены, где-то я считаю, вот по тем бригадам, которые были укомплектованы, где-то потрачено половина резервов, но оставшаяся половина представляет по-прежнему из себя грозную силу. Плюс, мы видим, продолжается этот безумный набор этих водителей Леопардов и Брэдли, постоянно идет мобилизация, мобилизовывает уже всех, кого только можно, и, конечно, Украина будет продолжать, с моей точки зрения, попытки наступления. И еще один момент, я хотел бы обратить внимание наших слушателей, что сейчас кардинально изменилась обстановка вдоль русла Днепра, причем как до Каховской дамбы, так и после нее. Ниже дамбы, мы понимаем, что сейчас наводнение вот это рукотворное закончится в течение максимум 3-4 дней, ожидая, что к 15-му числу уже полностью сойдет большая вода. А вот к северу, то есть между Запорожьей и Каховкой, там, конечно, полная катастрофа, Каховского моря уже больше нет, есть огромная песчаная пустыня, и, соответственно, очень тоненькое обмелевшее русло Днепра, который теперь представляет гораздо менее сложную для форсирования водную преграду. Плюс, ну, стоит понимать, что Украина сознательно сейчас закрыла Днепрогэс полностью на сброс и добиваются еще большего обмеления Днепра для того, чтобы, с моей точки зрения, использовать эту огромную слабость. Я напомню, что там где-то порядка 100 километров речного берега, который, представьте, сейчас отошел где-то на 5, где-то на 10 километров от наших подготовленных позиций. Причем, использовать вот эту песчаную пустыню для того, чтобы там выкопать окопы невозможно. Всегда можно обеспечить сброс Днепрогэса и опять затопить эти передовые позиции. То есть, у нас между Каховкой и Запорожьем, или точнее, между Каховкой и Васильевкой, где мы в имени образовалась такая достаточно серьезная стратегическая слабость, которую, я считаю, украинская сторона будет стараться использовать. Плюс, нужно понимать, в центре этой слабости расположен очень важный объект, Запорожская атомная станция, которую Украина несколько раз пыталась захватить диверсионными группами. И я считаю, что эти попытки будут сейчас продолжены в такой вот более благоприятной для Украины обстановке, потому что стоит понимать, что любая диверсионная группа, зашедшая на территорию Запорожской атомной станции, получает такую, ну, нельзя сказать полный иммунитет, но очень серьезно мы будем ограничены в вопросах ее уничтожения. Мы не можем применять тяжелую артиллерию, мы не можем применять авиацию, не можем сбрасывать бомбы на атомную станцию, потому что понятно, что это огромный риск. То есть это придется выбивать такими же штурмовыми подразделениями с достаточно серьезными потерями. если вдруг диверсионные украинские группы смогут закрепиться на Запорожской атомной станции. Вот такой вот анализ, который я хотел бы презентовать нашим слушателям, чтобы они понимали, что сейчас происходит на линии фронта. Ну, говоря просто, сражение в решающую фазу пока что не вступило, пока что в общем идет прощупывание взаимных позиций, верно я понимаю, или нет? Ну, скажем так, если вот брать аналог с Курской битвой, то есть немецко-фашистские войска пошли в наступление, они дошли до нашей первой линии обороны, напомню, тогда немцы прорвали нашу первую, вторую, тыловую линию. Так вот, пока наши линии обороны, в отличие от Курской битвы, держатся. И более того, наша, скажем так, резервная танковая армия, аналог Степного фронта, Ротмерства, пока еще не введена в бой. То есть мы пока оперируем исключительно теми войсками, которые держали оборону на линии соприкосновения изначально. А вот Украина уже тратит свои резервы, которые она готовила на протяжении полугода. И это, конечно, безусловно, вызывает, я понимаю, беспокойство как в украинском генштабе, так и вообще и у западных спонсоров, потому что вот уже как бы прошедшая неделя должна была показать какие-то результаты. Определить в виде результатов три пограничных села, которые были фактически, если не в серой зоне, то на передовых рубежах и не были снабжены вот такими серьезными инженерными минными заграждениями. Но это ни о чем. А при том, что уже еще раз подчеркиваю, я сам уроженец Днепропетровска, мои знакомы говорят, что все госпитали Днепропетровска забиты ранеными. То есть это означает, что потери вообще как бы чудовищные, потери не те, которые можно предъявить как плату за прорыв, как плату за успех. Пока нет успеха, а потери уже есть с украинской стороны. И это, с моей точки зрения, главное. Мы научились воевать именно таким образом, чтобы максимально некомфортно давать противнику ответ. То есть где нужно мы отступаем, где это необходимо держаться за стратегические высоты, обеспечивать ликвидацию прорывов, мы занимаемся тем, что нужно, то есть активной обороной. Алексей, спасибо вам большое, что вышли к нам в эфир еще раз с праздником. Алексей Анпилогов был с нами политолог, президент Фонда научных и исторических исследований и оснований. Я еще пару моментов хотел проговорить вот в этом блоке, который мы с коллегами условно назвали военным. Не про подбитые леопарды. Вот это пока отодвинем в сторону, потому что ну давайте не обманывать себя. Украинская армия к этому наступлению накопила очень много техники. И, например, я сегодня наткнулся на такое умозаключение компетентного довольного человека, который сказал, ну леопарды это, конечно, интересно, для нас это пока в новинку, но настоящие опасения вызывают именно массы танков Т-72, с которыми украинская армия обращаться умеет, к которым она привыкла, которых много, и вот они, собственно, в это сражение еще не вступили, а там счет идет на сотни, и это много. Поэтому мне кажется, вот без всяких претензий на военную аналитику, тут я всегда предпочитаю слушать и читать людей грамотных, с опытом, с образованием вообще в идеале, но судя по всему, да, пока что, в общем, это такая не разведка боем, конечно, но прощупывание слабых мест, куда, видимо, и будет направлен основной бронированный кулак. Вот этот вот кулак и предстоит сломать в буквальном смысле нашим солдатам. А после этого посмотрим, как все пойдет. Пока что все идет именно так, вот, как нам и хотелось бы. Отбиты важные села, о которых аккуратно там всячески украинские блогеры сообщали, они вернулись под наш контроль. Но еще одна вещь, о которой тоже многие пишут, насколько меняется характер войны. Едет дорогущая немецкая американская техника, то есть стоимость ее совершенно колоссальная. И вот этот какой-нибудь хамви стоимостью, ну, сколько он стоит? Ну, порядка 300 тысяч долларов, наверное, как минимум. И он подрывается на простейшей мини противотанковой, которой цена 20 тысяч рублей. И таких случаев, когда там леопарды, мардеры и прочее, очень дорогая, очень современная техника уничтожается, там, допотопными РПГ, которые были изобретены еще, по-моему, в 62-м году, могу немножечко ошибиться, но в несколько лет, середина 60-х годов, вот так вот. И это происходит постоянно. То есть война абсолютно асимметрична, война абсолютно меняется. Огромное количество военной хроники, которая там и сейчас на экране крутится, и которая в сети распространяется, которая тоже, в общем, вызывает некоторое количество вопросов, это применение и ланцетов, это управляемый боеприпас, который находится на вооружении российской армии, который делается нашим ВПК, и огромное количество успешного применения ВПВ-дронов, это то, что делается вообще-то в гаражах, условно говоря, это то, что делается волонтерами, но эффект от применения вот этой вот техники, которая делается именно за народные рубли, ну, извините меня, он должен, ну, он настолько очевиден, что, по идее, должен был бы получить, ну, какую-то абсолютно организованную, массированную государственную поддержку, но никаких незаявлений на этот счет никем не сделано, никаких решений на этот счет тоже до сих пор не сделано, вот это вот меня, честно говоря, удивляет, объяснение, что, типа, бюрократическая машина двигается долго и обязательно вот потом примут, а что, как бы мешало вот за последние три месяца-то обратить на это внимание, и делать ничего не надо, по всей России работают десятки волонтерских команд, которые, буквально, повторяю, в гаражах собирают эти дроны, они их отправляют на фронт, там к ним прикручивают, собственно, вот ту часть, которая взрывается на фронте, это не в тылу делается, вы понимаете, и эта техника работает, что мешает привлечь эти команды, что мешает дать им помещение, железо, оборудование, деньги, деньги, ну, не так дорого ведь стоит, что, меняет всю схему? Меняет, да, и что? Так может, это тот самый случай, когда схему нужно просто не то, чтобы поменять, а сломать ее об колено, вот эту схему нужно сломать об колено, и просто вовлечь эти команды в массовое производство этой техники. Да, война асимметрична, дорогая техника, уничтожаются боеприпасом стоимостью, там, 10, 20, 30 тысяч рублей. Пока, в общем, надо признать, система шевелится очень неторопливо. Продолжим после перерыва. недооцененная немножечко, но опять-таки по причине того, что выходные длинные, поэтому некому особо комментировать, мы будем первые. Байден, который, ну, вроде бы, как с одной стороны исправно играет роль слабоумного дедушки, и многие в это действительно верят, сделал очень серьезное заявление, которое, ну, должно получить какой-то и публичный, и непубличный ответ. Многие ведь говорили о том, что Штаты, ну, однажды все равно начнут полную окончательную деконструкцию Ялтинского мира того, что осталось после 45-го года, того, что пережило 91-й год и последовавшие за 91-м годом 30-летия, доставшиеся вроде бы как нам в наследство, это место в Совете Безопасности, право ВЕТа, в ООН. Такая странная структура, вроде бы репутация высокая, все являются членами, все исправно собираются, ездят туда, выступают и президенты, главы государств, то есть зачем эта структура существует сейчас, в 2023-м году, не вполне понятно, но то, что она пережила 80 лет практически без изменений принципиальных, это дорогого стоит, мало что в человеческой истории последних 300 лет существовало так долго, причем будучи настолько сложно организованным, много членов, много интересов, и вот сейчас, администрация Соединенных Штатов предложила включить в Совет Безопасности ООН дополнительно шесть постоянных членов, которые не будут пока что обладать правом вето, ну а потом, наверное, будут. Зачем Джо Байден и его администрация действительно анонсировали такую серьезную, такую громкую реорганизацию самой известной, самой влиятельной международной организации именно сейчас? Объясняется Вашингтон-Пост это следующим образом. таким образом, Белый дом хочет восстановить доверие к Совету Безопасности ООН на фоне специальной военной операции России на Украине. В чем проблема? У кого там нужно восстанавливать доверие? Я не очень понимаю, поэтому давайте это, в общем, обсудим. Чем это все нам грозит? Олег Барабанов с нами на связи, программный директор клуба «Валдай», профессор МГИМО. Олег Николаевич, здрасте. Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие зрители. Одни мы работаем в праздник. но все равно с праздником вас, с праздником. Но тема, на самом деле, стоит того, чтобы про нее поговорить. Ведь 30 лет вот оно лежало, вот это вот ООН где-то лежало, каша не просила, всех все устраивало, то есть ничего не решало, в принципе, никаких беспокойств. И вдруг они решили взять и отреформировать, понимая, что любая попытка реформы ООН закончится развалом ООН. А может быть, я не прав. Тогда поспорьте со мной. Прошу. Да, но действительно, это, с одной стороны, старая тема. Понятно, что пятерка постоянных членов Совбеза сформировалась в 45-м году. Ее еще называли пятеркой победителей во Второй мировой войне. Но затем, уже в 90-е годы, в начале нулевых, постоянно поднимался вопрос о том, что Совбез нужно реформировать, что в нем нет то, что называлось справедливого географического представительства. что многие, там нет Африки, там нет Латинской Америки, там нет, скажем, арабского мира. И по этому поводу было очень много разных проектов. Это далеко не первый проект Байдена. И в 2005-м году была, на мой взгляд, самая мощная попытка реформы Совбеза. Тогда чего-то громко заявили, что будет саммит Миллениум плюс 5 в 2005-й год. И на нем-то всех допустят и так дальше. Но здесь пятерка постоянных членов Совбеза, несмотря на все политические распри, допустим, России и США или Китая и США, тогда проявила очень стойкое, но не публичное единство и все это заблокировало. Поскольку пока в мире есть 5 стран, которые чуть ровнее, чем другие, которые могут наложить вето на все, что им не нравится, это очень красиво. Если будет таких стран 20, их исключительность как бы станет меньше. И Россия здесь занимала, да и все страны, и американцы, и китайцы, они все занимали одинаковую позицию. Допустим, идут российско-индийские переговоры, или российско-бразильские, или, неважно, американско-бразильские, английско-бразильские. И всегда и мы, и вот другие члены пятерки говорили, да, мы, несомненно, поддерживаем стремление Бразилии, или Индии, или иногда Японии, или иногда Саудовской Аравии, или кого-то, и ЮАР, или Нигерии, вступить в Совбез ООН, и будем прилагать для этого, ну, просто вот рубаху будем рвать, но прилагать. И ничего, естественно, не прилагалось, и так было десятилетиями, здесь вы правы. Но сейчас после 24 февраля возникли и на Западе открыто обсуждается вопрос, как бы нам выкинуть Россию из Совбеза ООН. Поскольку, с одной стороны, можно сказать, что ничего не решает, с другой стороны, вот это право вета, оно, оно значимо. Поскольку мы видим, что каждые две-три недели собирается Совбез ООН по российскому вопросу, не бензи там бьется как лев, но и все заканчивается ругалью. Каждый, не стесняясь выражения, говорит, что он думает, а потом расходится вместе пить кофе. Но это пока у нас есть право вета. Когда его не будет, с нами поступят как с Ираном, с Северной Кореей, наложат уже ООНовские санкции, и тогда куда деваться. Вот. Но просто так выкинуть-то нельзя, поскольку устав ООН прописан так в 45-м году, что вот есть пятерка стран-победительниц, которые победой во Второй мировой заслужили право быть в Совбезе ООН, и они там навсегда. И как бы без их собственного согласия вышибить нельзя. Правда, рассматривали различные механизмы, условно говоря, бойкота Совбеза, такого рода вещи в западной экспертизе встречались в прошлом и в этом году, что, допустим, все западные страны, и те, кто их поддерживает, просто не приходят на Совбез, туда приходит Небензе, приходит китаец, вору монет, посидят и уходят. И так из раза в раз, и в конце концов чего-нибудь, как-нибудь вода, камень, точь. Но пока на бойкот они не пошли, хотя эта угроза бойкота, она реально ими использовалась уже не в Совбезе, а в большой двадцатке. В прошлом году там в Индонезии был саммит двадцатки, и вроде бы обсуждали, поедет Путин или не поедет Путин. И тогда уже было открыто сказано и со стороны американцев, и со стороны ряда европейских стран, что если будет Путин, то мы не приедем. И индонезийцы там ужом извивались между струечками, чтобы в итоге поехал не Путин, а Лавров. Ну и поехал Лавров. И вот сейчас это предложение Байдена, оно с одной стороны старое, его обсуждают лет 25-30, что вот кого-то Индию взять, кого-то из Африки, но сейчас это для них имеет важный политический смысл. Да, пока без вета, но здесь вы абсолютно правы, тут даже не в том, что у них будет вета, там у новых членов, допустим, у Индии или у Бразилии, а через два года могут сказать, а давайте-ка отменим право вета. Ну, несправедливо же, когда члены постоянные члены Совбеза в неравной ситуации. У одних вета есть, но это рудимент 45-го года, ну чего вы, а у других нет. Поэтому не дать вета новым, а наоборот убрать у старого. Тогда решается важнейшего своего дипломатического инструмента. Я думаю, логика такая. Олег Николаевич, а как вы думаете, ООН не пережила ли сама себя? Ну, в какой-то степени да, поскольку ООН как общая структура занимается, с одной стороны, вроде бы всем, выступает за все хорошее против всего плохого, и этим уподобляется, ну, всем другим международным организациям, тоже Семерки, тоже Двадцатки, многим другим. И по большому счету плодит коммунике с очень красивыми, правильными, важными словами, но реальных дел нет. И я даже помню, вот как этот вот Гутерриш, нынешний Денсек ООН, перед избранием, ему же нужно было получить согласие всех членов Пятерки, и он приезжал в Москву, и тоже он тут только что калинку не плясал, да, понимаете, и говорил, что как он любит Россию, да, как он за Россию, да, как вот он ценит нашу позицию, выступал тут на всех каких только возможных площадках, на следующий день забыл. То есть, да, элемент, говорили, не есть, но напомню, да, что Генеральная Ассамблея ООН, где все страны вместе, но где нет обязательности, приняла семь резолюций против России за эти полтора года конфликта. Некоторые просто с бранью и осуждением, а в некоторых репарации, исключение нас из тех там органов по правам человека и так дальше. Но это консультативные заключения, которые не имеют реальной обязательной силы. А если рухнет право вето в Совбезе, то вот тогда мы получим ту же резолюцию по репарациям, но уже обязательную к исполнению. Даже если мы там и условно Китай проголосуют против. Я почему-то думаю, что Китай воздерживается. Поэтому здесь именно вето в Совбезе для нас сейчас крайне важно. И может быть это даже последний рубеж. То есть я всегда говорю, что не бойся войны, а бойся переговоров, поскольку к сожалению наш исторический опыт показывает, что как раз на переговорах все сливают. Но в данном случае право вето стоит последней преградой на пути этого. Все остальное да, говорили. Нет, мой вопрос был немножечко про другое. Я понимаю про то, что право вето это в общем такой последний действительно весомый инструмент, который нам достался от великой страны. Но вот если в таком внешнеполитическом контексте на это смотреть, то есть ничего сопоставимого нету. там не то, что нас разрешали Ельцину, но и позже другим руководителям приезжать на G7 в непонятном статусе, не там все прочие какие-то ну такие совсем тупые наивные обманки, которые там могли подействовать, но на впечатление такого еще вчерашнего советского дикаря. Извините меня вот за такую рискованную аллюзию. Ну поначалу же мы все радовались, гордились даже где-то тихо, надо же, в G7 нас позвали, ух, как взрослых. А вот то, что весит как термоядерная бомба, изготовленная в 1958 году, это именно право вето. Весомая, тяжелая такая вещь. Больше ни для чего другого ООН по большому счету не нужна. Но даже право вето, ну то есть как бы отчего оно ограничивает нашу страну, где оно защищает интересы нашей страны. То есть вот жизнь показывает, что интересы страны сначала нужно защищать на поле боя, ну как было до 45-го, а потом по результатам ялтинского мира уже можно в общем какие-то цацки придумывать, там значит круглый стол, где победители решают судьбы всех остальных, но сначала-то придется победить, а мы-то до 24-го февраля в общем находились в стойле, куда загнали отнюдь не победителей, а проигравших, исторически проигравших, сломали замок, вырвались в пампасы, и вот сейчас пытаемся как бы отбить свое. Я поэтому закончу, передам вам слово, у меня поэтому и вопрос, вот когда все закончится и пыль от разрывов снарядов осядет, это будет совсем другой мир, он будет точно не ялтинский, он будет какой-то другой, и вот предположить, что и он в этом мире сохранится, что-то как-то мне не очень в это верится. Ну да, здесь вы правы, я полностью согласен с вашим главным посылом, что нужно побеждать, и миропорядок формируют победители. И давайте возьмем вот эту скобку, что мы часто говорим о нашей и мы с вами в вашей программе, когда вы меня зовете, о нашей общей боли патриота, когда нам патриотам нашему обществу, патриотическому сегменту нашего общества, иногда каши так, звук, это очень тяжелая больная тема, и она не тема разговора, тем более в праздник, но вот в этом контексте, когда думали, что победа будет за три дня, а оно вон как сложилось. Ну, что же делать? Что же делать? Да, за победу нужно биться, здесь нет никаких вопросов, вопросов, но пока эта битва на поле боя не закончена, нам необходимы какие-то формальные защиты нас на дипломатическом поле. правовета единственная такая защита. Другое дело, что вы правы, что когда пыль осядется и конфликт закончится, то скорее всего миропорядок так или иначе будет переоформлен. Здесь давайте вспомним, что до ООН между Первой и Второй мировой войнами была Лига наций, которая тоже провозгласала там красивые вещи, и там на какое-то время в 34-м году Советский Союз приняли в эту Лигу наций, правда, после финской войны выгнали нас оттуда, но Лига наций как раз не пережила Вторую мировую, она тихо умерла и сформировался новый мировой порядок, и его писали победители. После Холодной войны, хотя с одной стороны, вы абсолютно правы, что мы оказались в этом стойле проигравших, и с термином этим я согласен, и лебезили на семерку, они воспринимались же не как восьмерка, была у нас такая шутка в 90-е годы, что шестерка приехала к семерке, чего-то просить, его там по плечу похлопают, за один стол посадят, надо же, вот с большими вместе. Поэтому все это было, но вот тот миропорядок 45-го года, когда мы победили, остался в силе и в 91-м, когда мы проиграли. И сейчас, если не дай бог, результат конфликта на поле боя, даже не хочется об этом даже думать и какие-то сценарии выдвигать, но если не дай бог он пойдет в итоге не в нашу пользу, то понятно, что тогда все окончательно и переформатируют, нас выкинут из совбеза под любым каким-нибудь предлогом, чего угодно, и все, и на этом все закончится. Поэтому здесь тоже у нас отступать-то некуда, как говорится, позади совбеза. И здесь абсолютно проблема возвращается к одному и тоже. Ну что ж, ладно, посмотрим, чем дело закончится. Олег Николаевич, спасибо большое, спасибо, что вышли к нам в эфир. Вот, я еще раз поздравляю вас с праздником. Олег Барабанов, программный директор клуба «Валдай», профессор МГИМО, МИД Российской Федерации, между прочим. Так, у меня остается три с небольшим минуты, вот о чем я еще хотел рассказать. Ну, давайте так вот страху еще поднагоню немножечко. Прочел я относительно крайне таких опасных сюжетов, которые возникают в отношениях Китая и Соединенных Штатов Америки. Сейчас объясню, о чем идет речь. Речь не идет о каких-то громких заявлениях, скорее это такие негласные, непубличные вещи, которые считываются действительно там экспертами, которые следят за происходящим в системе международных отношений. Говорят они вот о чем. О том, что Китай окончательно охладел к переговорному процессу с Соединенными Штатами Америки. Они поставили на администрации Байдена крест, как с людьми недоговороспособными, не умеющими держать слово, не отдающими себе отчет вообще в том, что происходит и какое место в мире сегодня занимает Китай. И принято решение ждать нового президента. Я понимаю, что многие подумали о том, что это где-то напоминает там нашу диспозицию. Немножечко другая история. Мы-то ждали нового президента, но вот когда была конкуренция между Клинтон и Трампом, что новый президент придет и в общем как бы начнется там новая разрядка напряженности, он решит там многие нерешаемые проблемы и прочее, и прочее, где-то сыграет назад, отступит. Нет, здесь совсем другое. Китайцы, да, намерены договариваться, но договариваться именно о зонах влияния. Они себя абсолютно ощущают великой державой, у них на этот счет нет никаких сомнений, все решения принципиальные, стратегические приняты, а с Байденом вот, ну, как-то вот, нет, Байден сектант, Байден такой совершенно упоротый неакон, ну, собственно, вся его политика, в том числе в Европе и на Украине, она и говорит об этом. А почему это вызывает очень большое беспокойство действительно у экспертов, потому что они проводят следующую историческую аналогию, примерно вот такие же тяжелые отношения, взаимное непонимание были между Британской и Германской империей накануне Первой мировой войны. Ничего не предвещало начало мировой войны, но вот именно это взаимное непонимание взаимных интересов и цепь роковых случайностей в конце концов и привела к катастрофе. Поэтому Байден, его администрация и их политика это действительно угроза миру, я тут нисколько в общем не пытаюсь бряцать словами, то что они делают те решения которые они принимают это не поддается никакому человеческому осмыслению ну по крайней мере в контексте последних 100 лет но вот именно поэтому да, поэтому нужно побеждать поэтому нужно воевать поэтому Россия должна вернуться в саму себя и снова стать империей которой она всегда и была а не сообществом там я не знаю кого общечеловеков исповедующих общечеловеческие ценности ну а вообще в любом случае с Днем России вас с праздником это праздник нашей страны нашей Родины все услышимся в четверг будьте здоровы пока Соловьев лайф субтитры субтитры Продолжение следует...